Одесса все больше превращается в город для машин. Люди занимают оставшееся место. Происходит это и на дорогах, и во дворах. Бесконтрольное скопление автомобилей приводит к тому, что зачастую невозможно ни пройти, ни проехать. Требования горожан упорядочить движение совершенно бесполезны. Жители улицы Тенистой и Гвоздичного переулка пребывают в автомобильной осаде. С утра до вечера дворы забиты чужими машинами. Свои поставить негде. Бесконечная, неконтролируемая парковка создает опасность прежде всего для стариков и детей. Трудно и перейти дорогу. Двор постоянно из-за клиники медицинского университета переполнен машинами. В 8 часов утра здесь нет в нашем дворе ни одной машины. До 4 часов весь двор переполнен. Своей машиной подъехать нельзя. Что-то выгрузить, что-то оставить. Мы постоянно должны лавировать. Ни одного пешеходного перехода, начиная от пасмитного, заканчивая тенистой, ну, будем говорить так официально, вы видите, стоят знаки. Ни разметки нет, никто никогда не сбрасывает здесь скорость. Здесь машины проносятся на сумасшедшей скорости. Несколько человек в наших дворах получили тяжелые травмы. Поломаны ноги, перелом шейки бедра. Двусторонние движения и занятые припаркованными машинами правые ряды делают улицу тенистую труднопроходимой. Свободна одна полоса посередине. За нее идет борьба между водителями. Сложнее всего проехать маршрутком. В пробке стоит и полиция, но это никак не меняет положение. Хотя, казалось бы, полицейское управление должно первым заняться наведением порядка. Или, по крайней мере, указать городской власти на аварийно опасный участок. Я в начале прошлого лета написал на Труханово письмо. О чем и почему? Написал, потому что назревало, назревало. И так случилось, что вот у моей соседки случилось несчастье. У него мама умерла. И ее из морга не могли вывезти к нашему дому сюда. Минут 40, наверное. Почему? Потому что вот здесь, на этом отрезке улицы Тенисты, от нашего переулка Гвоздичный до переулка Педагогический, постоянно получается проб. Я написал письмо о том, чтобы сделали одностороннее движение на этом отрезке, от Педагогического переулка до нашего Гвоздичного, с 8 до 18.00. В нашем доме проживает почетный гражданин города. Буквально две недели прошло. Я вызывала Горелову скорую помощь. Мы прождали скорую помощь больше часа. Когда я уже не выдержала, выбежала сюда на улицу, ну просто непонятно, куда может деться машина. Машина стояла за маршруткой, которая не могла проехать. Три машины иномарки стали, перекрыли. Кто кого сильнее. Маршрутка сильнее, Мерседес сильнее. Они маршрутчики 115 маршрута, они отказываются выполнять этот маршрут. Они говорят, что они будут снимать с 1 ноября маршрут, который проходит по Тенистой. По Педагогической там есть прямой заезд из Черняковского в эту сторону, с города. А здесь в город и решение вопроса, это очень легко решается. Я только не понимаю, почему они придут сюда и не проверят это и не сделают. Кто-то не хочет. После строительства нескольких высоток с закрытыми дворами пройти к трамвайной остановке на Генуэзскую можно только в обход. Пожилому человеку или маме с коляской это трудно. А кроме того, в дождь на перекрестке разливается огромная непроходимая лужа. В один прекрасный момент мы соберем все мусорные контейнеры во дворе, вывезем все это сюда и перекроем движение. Ровно до тех пор, пока сюда не приедет мэр и пока мэр не попробует вот здесь, вот по этой улице, отпустить ребенка в школу, провести ребенка в детский сад, если надо успеть на транспорт вовремя, либо выбраться отсюда на скорой помощи. Сколько раз нужно обратиться городским властям, чтобы они наконец упорядочили движение на улице Тенистой? Или на Думской ждут, пока еще кого-нибудь собьет насмерть? Скорая помощь не успеет к больному или дом сгорит, потому что пожарная машина застряла в пробке? Понятие ответственности у чиновников отсутствует напрочь. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУГ.